У православных христиан продолжается страстная неделя. Последние дни перед Пасхой тысячи ставропольцев отправляются на кладбище, убрать могилки близких. А вот когда сюда прийти снова, чтобы почтить усопших, для некоторых теперь вопрос. Ведь в этом году Радонице на Ставрополье официальный выходной день. Ходили с мамой на Пасху, потому что рабочий день был, не было возможности ходить на Радоницу. Поэтому сейчас здорово, что сделали выходной день на Радоницу, будем ходить на Радоницу. Вообще на Радоницу обязательно. А на Пасху не уверена. Иногда говорят, что это неправильно. На Пасху я не хожу. Почему? Потому что еще наш митрополит говорил, что Христос воскрес, и ваше с мертвым приходят к нам домой. А не мы к ним должны идти. На Пасху вроде как домой приходят умершие. А на Радоницу сюда проведывают, ходят на кладбище. Поэтому глупо идти, когда они приходят к тебе. Еще один красный день в календаре появился благодаря инициативе губернатора Владимира Владимирова. По краевому закону, выходной в Радоницу теперь на Ставрополье до 2049 года включительно. Тогда же мы один раз попробовали, у нас же все получилось. Люди были довольны, приняли это решение. Надо это как-то раз на себя опубликовать и прям по датам разбить. Мы же там вместе с Думой очень много сделали для того, чтобы это решение было принято. Довольно узаконенным праздником в церкви. Согласно священному писанию, в православии нет традиции ходить на кладбище в день воскресения Христова. Поминать усопших на Пасху привыкли в России за годы существования Советского Союза. По инерции ходят и сейчас. Однако в ближайшие годы, считают в церкви, ставропольцы начнут следовать канонам. В церкви строго есть Радоница. После хаминой недели во вторник у нас совершается богослужение и все мы идем на кладбище молиться. Прежде всего о упокоении души усопших рабов. Но опять-таки в пасхальном чине. Поэтому всех, конечно, только на Радоницу надо прийти и помолиться. И на Пасху надо прийти поздравить близких, соседей, друзей, знакомых, родственников. Это дома, а на Радоницу уже на кладбище. Между тем, в краевом центре, где расположено несколько крупных кладбищ, готовы в усиленном режиме следить за порядком все пасхальные праздники. Особое внимание уделят безопасности в храмах. Маршрут крестного хода обследует кинологическая служба. По всему Ставрополю будут дежурить кареты скорой помощи. Традиционно посещают места захоронения у нас порядка 150 тысяч человек. В крестном ходе участвует порядка 2 тысяч человек. Массово у нас посещают именно на Пасху 8 числа. Это следующее воскресенье, Красная Борка и Радоницу, Радоницкий день 17 числа. Соответственно, на эти дни территории кладбища также будут обследованы технологические службы. Взиты под охрану выставлены посты. На Пасху, Красную Горку и Радоницу в Ставрополе изменится движение личного и городского транспорта. Будет ходить порядка тысячи единиц маршрутного транспорта. 38 будет ходить троллейбусы. Что касается подъезда к кладбищам. Это кладбище Даниловское, Воскресенское. Кладбище новейшее, новое кладбище. В сторону кладбища со всех частей города будет задействовано 563 единицы общественного транспорта. В этом году немного изменено движение общественного транспорта. В 10 часов вечера 7 апреля и до 5 утра 8 будет перекрыто движение на нескольких участках города. Их список сейчас вы видите на своих экранах. Объезд возможен по улицам Пирогова, Тухачевского, Морозова, Артема, Войсика, Гражданской, проспекту Карла Маркса и переулку Ползунова. С 2 часов 8 апреля и до 6 вечера движение будет ограничено и на представленных участках города. Возможные пути объезда также на ваших экранах. 8, 15 и 17 апреля движение будет закрыто также на следующих улицах Краевого центра. А 8 и 17 апреля добраться до остановочного пункта 12-й километр и до въезда на Воскресенское кладбище можно будет по представленным маршрутам. Подробная информация о движении транспорта на нашем сайте stv24.tv. Виктория Середа, Анна Поляруш, Николай Попов, Ставропольское телевидение.